Ну что, друзья, у нас появился шанс протестировать машину. Машина собрана из дешевых комплектующих, говорю сразу. Но это Mopa 60W, 60M7. Я вам снимал ранее видео, касаемо источников, в чем они отличаются. Смотрим по комплектации Mopa M7, E2. Вот эти линзы с рабочим полем 110 на 110, F163, а F160 обычно не Opix. В плату управления идет лицензия Lite. Блоки питания 350 Вт, то есть на пределах, ну запас есть, но на пределах 5-35 Вт, то есть на обычный, скажем, пластический вариант. Кстати, фильтр стоит хороший здесь почему-то. Странно, конечно, давайте посмотрим, где полностью бегло внутри, что находится в этой машине. По-моему, даже с поворотка будет идти, но опять же повторюсь, если она будет с поворотка, я здесь не видел, кстати, поворотку почему-то. Вот, улея в глаза длоблюсь, здесь 0.1. Хрен ужасно, я визуально не вижу, поэтому, а вот, есть, 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 укомплектовано, все укомплектовано. Поехали дальше. Драйвер, плата управления, лицензия Lite. Сразу говорю, что потом не возникало вопросов. Блоки питания, минвал везде стоят. Нет, 10-амперник стоит здесь, фильтр 10-амперник. То есть, станок, получается, является мопой, но при этом он собран на максимально дешевых комплектующих, для того, чтобы было доступное оборудование для тех, кто не может себе купить что-то хорошее, качественное, скажем так. Вот, то есть, это такой пародия Лексуса на сам Лексус. Сегодня мы протектируем, я так понимаю, что можно его уже брать, можно им уже пользоваться. Люди вроде как бы дали добро. Вот, из нюансов сразу говорю, очень сильно очкую его гонять на полную мощность, потому что лошадка может сдохнуть. Режимы здесь, в принципе, все то же самое, как на обычном станке. Давайте сейчас наку подержу немножко. Давайте бегло. То есть, указана также мощность, выходная мощность, почему-то 63 ватта больше, чем обычно. У станков обычно 61,2, 62 ватта здесь прям аж зашкаливает. Также 48 кГц на 200 нс. Q-пульс, длина волны тоже самое. Ну, все то же самое. По сути, мощность, частотный диапазон. Я бы, конечно, еще глянул бы на него техкарту, которая идет в PDF-ке, предоставляется. Было бы интересно. Ну и модель, соответственно, E2, E2, 60 ватта, M7, MR-ков, с устроенным кроссовым лучом. Одномодовый. А, и еще, кстати, прикол здесь, опять же, для снижения цены. Для вас, ребята, не для кого-то это делается, а это делается именно для вас, чтобы вы могли не переплачивать за корпуса. Корпус в данном случае идет полностью пластиковый. То есть, это такой облегченный дешевый вариант. Кстати, вес у него вообще, ну, грамм 100-150, если будут весить, то хорошо. Даже, по-моему, легче будет весить. Так, ну что, двигаем, тестируем. Смотрим, что за машинка, что себя представляет. Но, опять же, повторюсь еще раз, это E2. Под цветную гравировку мы его недавно тестировали, аналогичный вариант. Мне не понравилось. То есть, все тестовые таблицы, которые у меня были, они не сработали. Это было печально прям. Вот, поэтому протестируем на линзе 100-100. Глубокая гравировка, выборка материала, соответственно. И вот. Посмотрим, что он будет делать с черными контрастными цветами и по разным металлам. Да, пока жду сейчас подготовку станочка. Именно 60М7, едва, параллельно снимаю. Возникали вопросы у ребят, у ребят подписчиков, что льют в охлаждение данных станков. В охлаждении данных станков льется только лишь обычная вода. Здесь не будет лить в Китае магнитосол, ни рассол, ни другие химикаты, которые будут использоваться для охлаждения. То есть, просто обычная вода. Я лично рекомендую брать из обратного осмоса, потому что хотя бы она не будет в основном стукнуть, не будет накипи образовываться. То есть, будет более стабильно в этом плане работать. Говорят, что тассолы всякие разные оставляют за собой накипи, такое тоже возможно. Либо могут разрушать алюминиевый корпус, что тоже вполне вероятно. Кстати, сейчас гляну одну вещь, это чисто не то, чтобы там, ну, лайфхак, либо там показывать, что там переделывать надо или что-то в этом роде. Смотрите, мне чуть-чуть не нравится эта тема здесь, в этом плане. Смотрите, вот эта розетка у нас идет, именно вилка, вилка, которую мы используем, ну, то есть, вставляем в розетку. То есть, здесь, если вы ставили в розетку, потом туда пальцами своими залезете, вас ударит током. Вот. Совет, как этого избежать, либо не вынимаете вилку отсюда под напряжением, то есть, не достаете ее сразу 100% в России, по-моему, по... Как кажется, царом? Так что, книжка-то называлась, и все правила прописаны по электромонтажу. Такая тема запрещена вообще в целом. Вот. Но здесь такой вариант применяют. У меня, кстати, кто-то там из подписчиков писал такую фразу интересную. Типа, нихрена не инженер, а лезешь учить китайцев. Ребят, ну, а, вот, Пуэ называется. Пуэ, да. Вот. Прикол в том, что, вы думаете, в Китае здесь одни инженера работают, здесь инженер только, может быть, во главе одной фабрики быть, который учит, рассказывает, объясняет. И то, сотрудник сегодня один работает, завтра уволился, другой работает. Здесь сотрудники меняются быстро, здесь полтора миллиарда людей. Каждый день сотрудники меняются, и они не заканчиваются никогда. Касаемо внутреннего благоустройства данного станка, здесь, в принципе, все нормально, адекватно. Единственное, опять же, мое личное замечание, я сейчас вам скажу сразу, что обслуживание таких станков именно от пыли хотя бы раз в месяц, хотя бы раз, допустим, там, три месяца делать такое обслуживание, вот, но, опять же, есть один момент, я не вижу здесь вентиляторов охлаждения корпуса, они здесь, в принципе, не должны, здесь нет такой большой нагрузки, вот, но пыль здесь по-любому будет собираться, поэтому, моя личная рекомендация, периодически, раз в квартал открываете крышечки боковые, и с компрессора без влаги, без масла аккуратненько дуйте. Вот такая темка, раз я уже пока жду свой слоновчик. Ситуация в чем, вот, тоже за эти вопросы, периодически, стоит ли вообще брать себе станок с автоматическим фокусом, ведь это удобно, ведь это комфортно, ведь это облегчает жизнь. Самый легкий способ работать на станке, это сидеть на диване и ничего не делать. Это самый идеальный, по-моему, способ, я сейчас, конечно, утрирую, понятно, что сейчас кто-то обидится на меня. Смотрите, вот эти зонды, у них есть ограничения по работе по высоте. Здесь, так, что у нас здесь написано, давай, сейчас немножко увеличу. Так, это красный луч, больше здесь ни хрена не написано. Короче, суть в том, что у этих зондов есть определенные ограничения по фокусному расстоянию. То есть, нельзя взять, допустим, один и тот же самый зонд, используют на линзе 100 на 100 и на линзе, допустим, 300 на 300. Он работать не будет. То есть, в каком-то коротком промежутке он не будет работать и в каком-то максимальном не будет. То есть, есть цепленные, скажем, такое, как бы так называть-то, расстояние, в котором он может отрабатывать фокусное расстояние. Допустим, я знаю, что линзе 100 на 100 и стоит 150 на 150 плюс-минус подходит по данному расстоянию. Соответственно, какие зоны ставятся. Еще одним минусом это компактность переноса, потому что допом ставятся здесь кабеля вот такие для управления шаговым мотором. Вот, подключает это дело все с тыльной стороны в отдельный разъем. Ну, плюс или минус ХЗ, но, скажем, есть такое дело. Одна кнопка будет отвечать за автофокус, то есть, на нее нажали автофокус. И две кнопочки в ручном режиме вверх-вниз. Но, сразу, опять же, еще раз говорю, но. Есть такой прикол, что настроить тонко фокусное свое расстояние вручную, используя кнопочки, довольно-таки сложно. Поэтому я такую систему чуть-чуть недолюбливаю. И еще один, опять же, момент возникает к вам тоже вопрос, сразу, параллельно. А что вы будете делать, если у вас выйдет из строя данный зонд, данный мотор? Как вы будете работать? Потому что работа – это деньги, оборудование ремонтироваться, либо заменяется, ну, какое-то количество времени. Поэтому не всегда это бывает комфортно. Ну, еще бывает такая тоже темка, если используется этот зонд, это не зонд, а динамический ОСЗ под ЕСКАДом 3.0, либо под программным обеспечением, где он автоматически отбивает фокусное расстояние. Он всегда едет сначала вверх, срабатывает конечник, отбивает нулевую зону и потом опускается вниз. То есть каждый раз запуск станка поднимаемся вверх, опускаемся вниз, вверх, вниз. И вот эта вот елозиня занимает тоже какое-то количество определенное время. Что, в принципе, я считаю, это заморочки немножко небольшие. Это мое личное мнение. За вот посещение этой фабрики, допустим, там четыре раза я посещал, здесь стоит очень много разных станков, все что угодно есть, а с автофокусом я еще здесь не видел. То есть вот он первый попался с автофокусом, с ручным приводом, то есть управление ручным станочкой, это разъясняет, например, это идет ОФК, там идет просто ручный привод у нее, и здесь тоже с ручным приводом, просто вверх, вниз, без автофокуса. Вверх, вниз, 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 вниз. На станку они все запускают, что-то новое, что-то, блядь, все время тестируем. Сейчас тест по резке, макет я взял акулу для брелочков, для открывашки, для пивасика, скажем так. Сейчас они тест проведут здесь, на станочке порежут его, но опять же тонкий металл режется за секунды, вопросов здесь не возникает. То есть миллиметровка прямо выкраивается сразу. Сейчас я его предпошу, чтобы он нашел 2-3 миллиметра металла, нержавейку, и на нем захерачу. Секунды делов, азотом прямо не так начисто. Вот тут плыла наша акула. Не знаю, почему она там лежит, в поддончике. Здесь любители пива, попить пивку местное. Я сам не пью, мне не интересно. У них постоянно проблемы с открывашками. А у меня есть такой макет открывашки, офигенный, на ключе. Нашел из них лист металла, наковырял 2 миллиметра. Сейчас с задачей мы сейчас сделаем надушечки. Бежим в сторону резки. Пока пролина там здесь, собственно, не получается. Пока самое мало, но зато плюс огромный в чем. Смотрите, край чистый, как будто бы, не знаю, как будто бы кто-то вырезал. Резка на азоте, газ-азот. Понятно, что врезку не делали, не заморачивались. Самые врезки просто круги врезаются, без врезок здесь делаются. Короче, да, парни, сегодня будет бардак в полнейшем в этом видеоролике. Потому что на самом деле было все интересного. Я побежал, пока там все нарезано. Пока все сделали по металлу, потестировали по резке. Сейчас, получается, тетя Мотин завидует, как я делаю эту игроку на их плагине. То есть, у Фина, получается, там в шоке. Что происходит-то? Ну, вот, Финя, уэвка здесь стояла. Просто на уэвке, на обычной уэвке, я создал обычный квадрат, обычную звезду. И просто за счет офсета сначала вовнутрь, потом наружу от этой звезды сделал отступы по 0,05 миллиметра, получается. То есть, по 0,05 миллиметра, получается, то есть, по 0,05 миллиметра. Заливка, соответственно, заливка идет с галочкой «Хач Ван Бай Ван». И, соответственно, в результате мы получаем, что каждый слой отдельно заливается. И после этого мы говируем 3D-шку. Ну, вот он, результат, смотри, его. Хватит метаться от станка к станку. Суть в том, что 3D-шечка на уэвке можно делать. На стекле. Здесь я не знаю, какая глубина, даже померить, померить вообще нечем нам здесь. Сейчас просто найду. Нет, не знаю, точно здесь уже отобрали. В общем, 3D-шка на стекле получается замечательно. Качества, конечно, вопросов вообще никаких нет абсолютно. Если касаемо глубокой градирубки, то же самое, без проблем. Здесь мы ее делали, я уже снимал по-разному. Но, опять же, здесь визуально сложно показать, насколько она глубокая. Замеры показали примерно где-то 0,5 миллиметра, плюс-минус. Ну, видно вот по выступающим элементам. Опять же, для понимания, ребята, это не свастика немецкая. Это свастика, как называется, мир, знак мира. Вот. Ну, высота прям рельефа очень большая выбрана была. Я не хотел так снимать этот видеоролик, именно в таком формате, что вклеил все остальные ролики, которые бы здесь были. Но прикол в чем, мне сейчас показали станочек, один интересный. Не то, что за станочек, а сам источник. Сейчас покажу вам, как видит источник, там маленькая коробочка. Здесь идет коллиматор со встроенным ухлаждением. И он идет на 1064 нанометра. То есть, какая-то маленькая шляпа на 10 Ватт. Но фишка в том, что вот, допустим, сейчас мы сейчас гравировали на 90%. Возвращаемся в исходные позиции. Давайте так вот, в другую руку. Я потом про него отдельно точно сниму, потому что 100%. Потому что мне он интересен в этом плане. Он подходит хорошо для маркировки меропластиков. То есть, так, мощность 40%. Смотрите, при 10 Ватт мы ставим мощность всего лишь 40%. То есть, по сути, всего лишь 4 Ватта. Я так понял, что по сборке является QSWITCH. Догументации на него ни хрена нету. Скинули ссылку на сайт. На сайте написано 25 кГц. И не волнует. Но прикольно в том, что даже при таких параметрах, даже если мы сделаем здесь маркировку на 1000 скорость, он все равно металл цепляет. И цепляет нехило. Сейчас при условии даже линзы 100 на 100, стоит, который не соскнули нам. А у нас все равно очень даже хорошо цепляет металл. Давайте покажу. Ради интереса. Так, F1. Все, я уже под вечер сдуваюсь. Потому что у меня, честно, уже прям не терпится свалить. Нажимаем стоп. И нажимаем F2. Вот и вопрос. Насколько он хорош? Потому что даже на 1000 мм в секунду маркировка происходит довольно качественно. Ну, качественно в том плане, что металл именно задирает до коричневого состояния. Но есть интересное, намаркировать металл. Но мне говорят, он не для металла. Вот такие вещи тестировал. Бил номерочки. Опять же, эти номерочки царапал. Не шкрябается. Стекла. Та же самая история. Вот он номер. Бил. Бьется. По колпачку. Я его, правда, весь исписал. Здесь уже. Вот. Здесь еще уже маркировал. Тоже бьется, маркируется. Хотя, это силиконовая часть. Но при этом бьется неплохо. Такой пластик нет сразу, говорю. Идет гулять у нас. Он мне здесь еще понравится. Сейчас найду. Вот они. Вот они. По стрэпу вообще легко идет. Но, честно говоря, сразу мне сейчас вот про него что-то рассказывать не хочется ни хрена. Есть желание просто потом отдельно спокойно-то сесть, выврать время, прийти и позаниматься. Сегодня я умотался. У меня еще плюс здесь стоит 3D-гравировка. Сейчас уже покажу. Добивается уже. И будем потихонечку сваливать. Жду, жду пока она закончится. Потому что осталось до хрена еще слоев. Здесь еще, бред, получается у нас смотрим. Альтап, альтап. У нас еще 50, нет, 40, 47 слоев. Это еще до хрена времени. То есть, если мы берем, что каждый слой делается по одной минуте, это приблизительно 47 минут, не меньше. Запоминаем детализацию. Я до конца не стал гравировать. То есть, надписи. Кто-то. Борода. Шляпа. Книга. Руки. Кулон. Итак, поехали. Сейчас максимально увеличу. То есть, кулон. Видно, все читаем, все хорошо. По рукам есть проблемки некоторые, но проблемки решаемые. Это лучше, когда там вообще никогда нету. По книге тоже все хорошо, все читаемо. Здесь рука читаема. Тут тоже все читаемо, все хорошо. То есть, собственно, опять же, слева, справа два человечка тоже читаемые. Шляпа читаема. Вот, конечно, косяк был, это мой косяк. В определенный момент я там решил, блядь, поиграться. Доигрался. Вот. Дальше идем. Здесь все читаемо. Детализация, ну, просто на высшем уровне. Косяк мой, касаемо лица. Вот. Ну, а все остальное, в принципе, все детализировано. Работать с этой программой можно. В принципе, все делает хорошо, отрабатывает хорошо. Главное, заморозочка только лишь подготовка самих макетов и, соответственно, отработка этих макетов. Все, ребят, с вами был сегодня Егор, канал Гравити Гравировка, город Краснодар. Нахожусь сегодня в Китае. Вот. Снимаем видосы, тестируем слоночки, балуемся, играемся, набираемся опыта. Вот. По 3D-шке, конечно, прям сильно скаканули вперед. Касаем, опять же, повторюсь еще раз, касаемо вот платы управления Escada 2.0, именно серой версии, и специального плагина. Про него я отдельно видеоролик снимал, выложу или выложил уже. Так, где у вас выключил? Ну, неважно. Вот. Ну, в принципе, с Китаем работать можно. Есть много плюшек огромных, опять же. Ну, нужно, например, что Китай-то всегда вы сами дорабатываете, Россия-то есть возможность, что у вас станок будет доработан до конца дома доведенный. Все. По вопросам про плетение оборудования в Китае ссылочки все оставили в описании. По вопросам про плетение станков из России, собранных, качественных, то есть со всеми возможными плюшками, телефон тоже будет в описании. Все, ребят, все хорошо. Всем пока-пока.